В соревновании уже, конечно, лёд не идеально чистый, но всё равно он вполне-вполне хорошего качества. Вот ужасно кататься, конечно, на льду, даже после заливки порой, когда хоккеисты там отбегали, оттренировались, отыграли. А вот этот, кстати, дворец спорта, Халативали, он предназначен и для хоккейных игр, и для фигуристов. Но хоккеисты сейчас далеко, а фигуристы очень и очень даже близко. И вот на льду сейчас американский дуэт Бриджит Намьётко и Джон Кахлин, которые очень неплохо выступили в короткой программе, занимают сейчас шестое место, и это при том, что первый раз встали они в пару менее года назад. Так что давайте с большим интересом понаблюдаем за произвольной программой. Красивая была поддержка, а после этого продемонстрировал партнёр, что он спокойно может удержать партнёршей на одной руке, что поднимает, если он хотя бы пол один оборот сделал, поднимает уровень сложности этой поддержки. Чисто исполненный параллельный аксель в два с половиной оборота. Хорошее было комбинированное вращение, причём вот в первой части показали спортсмены, что они могут сделать и больше необходимых трёх вращений в каждой позиции. Вот обратный волчок. Было как раз по шесть оборотов, сколько необходимо минимум. Ещё удачная поддержка, но, впрочем, тут же есть смысл подметить, что всё-таки уже Джону Кахлену 21 год, зрелый молодой человек, с развитой мускулатурой. Отличный выброс. Три оборота и... Три оборота и... А вот здесь всё-таки решили не рисковать. Сделали выброс Рейнкергера в два оборота. Демонстрирует Джон Кахлен мощь своих рук, лечь. Действительно, очень и очень непросто. Это требует огромной физической силы, вот подобное исполнение поддержки, ну, конечно, соответствующей координации. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Заход на Тодес тоже на вполне приличной скорости. В общем, как говорится, здесь с невооружённым взглядом видно, что вот этот прокат, он был без сомнения лучшим на сегодняшний день. И, конечно, прижит нам Йотка Джон Кахлен. Сейчас станут лидерами, причём с большим отрывом от Руи Жао Янгана, но которые, очевидно, не попадут на пятистал подсчёты. Это было, очевидно, даже после блестящего проката. Это всё-таки и разница большая. Ну, плюс 10 по очкам, после проката короткой программы у американского дуэта. И вы знаете, в принципе, это может быть заявкой на медаль, потому что хоть впереди и пять пар, я имею в виду по очкам, так-то выступать ещё семи паром, пять пар, но не такая там большая разница. И, в общем, остальные должны окататься практически безошибочно. Здесь были незначительные помарки. Вот начало программы. Чистый параллельный дупль. Удачно разложили и прыжки по программе спортсмены. Это тоже учитывается, насколько сложные элементы перенесены в первую часть программы. И вот даже за прыжки во второй программе коэффициент оценки, вернее, оценка умножается на коэффициент 1.1, чтобы поощрить спортсменов на выполнение более сложных элементов ближе к концу программы. Но здесь сил меньше, понятно, что тяжелее. Вот мы смотрим комбинированное вращение. Либола, волчок, обратный волчок. Действительно, вот ровно шесть оборотов на правой ноге, как необходимо в комбинированном вращении для минимума. Вот еще раз на наших с вами экранах повтор выброса тройного сальфа. Не идеальное приземление, но это из разряда нормальных. То есть снято за это приземление не будет ничего. Немножко жестковато партнеша приземлилась. Ну и Тодос напоследок. Еще раз повторю, с прошлого года они катаются вместе, а это очень сложно в парном катании. И, конечно же, добиться синхронности, добиться полного взаимопонимания. К тому же надо отметить, что у Бриджит серьезные проблемы со здоровьем. Вот 7 лет она периодически вынуждена проводить какое-то время в больнице. Сидит она на специальной диете. Но, в общем, действительно очень хорошее выступление. Довольные фигуристы. Кто-то вот из их друзей. В основном там сидят родственники, друзья, подруги. Вот 48.95. Оценка за технические элементы. Вполне неплохо. Джон, видно, что наделся, может быть, будет 50. Из-за компонента программ 39.89. В общем, думается мне, что судьи были объективны. Видите, скейтинг, скиллз и интерпретейшн. И перформанс. То есть, в общем, три момента, где оценивается качество скольжения, где оценивается качество совпадения самой программы того, что демонстрируют спортсмены с музыкой, с тем, как насколько удачно они воплощают еще и образ. Это вот тот самый перформанс. Такое слово уже, по-моему, есть и в русском языке. Представление. Насколько их имидж соответствует, опять же, музыке. Насколько прямая у них осанка. Спина. Вот это все оценивается как раз в той самой второй части формирования оценок. И вы видели баллы, конечно.